Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем новый цикл передач «Доктор Плюс». Мы будем приглашать сюда самых лучших наших специалистов, которые нам расскажут о тех вопросах, которых их именно волнует. Сейчас у нас в гостях Постникова Анна Сергеевна, и мы постараемся осветить вам вопрос ковид и его последствия. Это сейчас как раз самая такая животрепещущая тема, потому как после того, как люди перенесут это заболевание, они приносят его по-разному, и только часть людей болеет в тяжелой форме, но потом у каждого практически больного появляются различные последствия. Анна Сергеевна, что Вы можете нам рассказать о том, как протекает ковид и как его последствия оказывают влияние на здоровье? Во-первых, спасибо за приглашение на такое интересное событие, которое я посещаю первый раз. В 2019 году, когда впервые Всемирная организация здравоохранения объявила, что коронавирусная инфекция, которая вызывает болезнь ковид-19, будет считаться пандемией, с этого момента не утихают всевозможные досуждения и дискуссии о том, как же протекает ковид-19, и к чему приводят все заболевания. Вы знаете, я все-таки, может быть, имею свое мнение в этом вопросе, и мне кажется, что оно не может называться пандемией. Почему? Потому что охвачено не так много населения, и переболело всего 220 миллионов. А если мы знаем, что у нас более 7 миллиардов человек живет на планете, то никак нельзя сказать, что это пандемия. Пандемия – это когда охвачено около 50% населения земного шара. Ну, я хочу с вами здесь не согласиться. Вы же понимаете, что болезнь так многообразная, многолика, и заболевшая считается только те, у кого выявлен вирус. Но болезнь протекает, может быть, и без положительного вируса. Хорошо, бессимптомно. Как утверждает, что это всего 8-10%. Даже если эти 10% мы добавим 220, все равно это не будет. Ну, все зависит от 10% от чего? От населения земного шара, от населения города, от населения страны. Ну, вы знаете, что за каждым заболевшим это чья-то жизнь, чьи-то родственники, чьи-то мужья, дети, сыновья. И это большая для кого-то трагедия. Трагедия – это одно, но это единичный факт для семьи. Но когда мы говорим о том, что это пандемия, то должно быть охвачено очень большое количество людей. Ну, тогда скажите, скажите, пожалуйста, вот когда заболевает вся семья ковидом, как вы считаете, для них это вот будет считаться пандемией? Нет, это вы говорите о единичном случае. Ну, заболела семья. А мы говорим в общем, то есть, пандемия – это фактор вне, скажем так, земной. То есть, это должны болеть огромные… То есть, допустим, как при Испанке в прошлом веке. – Ну, в прошлом веке при Испанке, к сожалению, не было… – Когда погибло 50 миллионов человек. – Значит, не было таких возможностей, которые есть сейчас в мире и в медицине. Не было возможности в плане диагностики, не было возможности в плане лечения. Не знали очень много о вирусных заболеваниях, о которых знают сейчас. Кстати, и Испанка очень многое научила человечество, и в плане выживания, и в плане медицины тоже. – Я с вами согласен, но просто определение пандемии, как оно было раньше, я не знаю, как сейчас, может, поменяют это определение, но раньше пандемия – это был охват не менее 50% населения. – Ну, сейчас Всемирная организация здравоохранения решила, что поскольку болезнь коронавирусной инфекции, которая вызывает COVID-19, очень быстро распространилась, в течение четырех месяцев по всем странам и континентам и остановить эту инфекцию не получилось никакими мерами, потому что мало что знали про это заболевание, мало знали, кто вызывает. Сам по себе вирус был выделен только в самом конце 2019-го, начале 2020-го года. Поэтому мы прислушаемся к меню Всемирной организации здравоохранения. – Хорошо, давайте будем слушать Всемирную организацию здравоохранения. – Они за это несут ответственность. Они объявили пандемию, значит, они решили, что это именно так. – Ну, в принципе, да. Потому как после объявления, скажем так, Всемирной организации, у нас начались карантинные меры практически во всем мире. – Естественно. Ну, потому что разобщение людей – это как один из самых главных способов удержать инфекцию, потому что, к сожалению, не знали, как она передается. Не было информации, да, была информация, что воздушно-капельным путем, что носоглотка легкие являются входными воротами, а более ничего. То есть, поскольку все передается воздушно-капельным путем, при разговоре и при чихании, то самый простой, самый действенный способ – это ограничить посещение мест, ограничить посещение магазинов, театров, посещение улиц, как это было в Китае, для того, чтобы разобщить людей, чтобы ограничить посещение. – Хорошо. Ну, здесь, скажем так, все понятно. И мы даже, в принципе, сейчас приблизительно знаем клинику, как она протекает и все остальное. Если выделить формы, какие формы дают наибольшее осложнение в постковидных факторах? – Ну, поскольку еще в 2019 году Британская ассоциация врачей решила, что острой формой ковида все не заканчивается, и люди, которые переболели, к сожалению… – С какого момента можно сказать, что это уже не острая форма? – Ну, когда у человека проходит около 3-4 недель с момента заболевания, когда нормализуется у него температура, когда анализы какие-то приходят в более-менее клиническую норму, и самочувствие у него улучшается. Нет той остроты самочувствия, состояния, которое возникло, когда заболел. – Значит, приблизительно можно сказать, что в течение 2-4 недель происходит регресс симптомов, снижение температуры, кашля. – И потом начинается. – И потом. – Ну, потом было замечено, что у некоторых людей вот эти вот симптомы, они как-то очень медленно регрессировали. И принято было решение, что рассматривать эту проблему как лонг-ковид, то есть длительный ковид, который идет после… – Чем же он будет выделяться? Мы можем выделить, сказать, что вот человек уже перешел в другую совершенно стадию заболевания. – Что вроде бы он и самочувствие улучшится, но у него продолжаются какие-то там скачки температуры, у него продолжается кашель, у него сохраняется астения достаточно. – Что такое астения? Давайте расшифруем, потому что… Ну, астения. Ну, астения. То есть, в первую очередь, человек чувствует слабость. – Естественно. – Он совершенно разбит, вялый. У него нарушается этот самый сон. Ну, и, в общем, куча самых различных проблем возникает, которые бывают после перенесенного заболевания. Любого практически. – Любого, естественно. Но здесь немножко коварное другое заболевание, поскольку даже медики не ожидали, что ковид может протекать так, как он протекает сейчас. Потому что у некоторых пациентов даже на протяжении 12 недель после выздоровления, после регрессии всех симптомов, после того, как снизилась температура, как ушел кашель, когда у них появились вкус, аппетит и запах, хотя у многих это появляется не сразу у некоторых, так это и сохраняется достаточно продолжительное время. – Причем извращенной? – Причем извращенной форме у многих, к сожалению, извращение вкуса и запаха, то пациенты отмечали, что, к сожалению, несмотря на то, что им говорили, что вроде бы они клинически выздоровели, но их через какое-то время начинало беспокоить усталость, разбитость, вялость. Они не могли выполнять… – Это все вроде бы не медицинские термины. Усталость, разбитость, вялость. У каждого человека бывает усталость, разбитость, вялость. – Естественно. Но если мы исключили все другие причины, которые вызывают усталость, разбитость, слабость, одышку, боли в грудной клетке, повышение температуры, снижение запаха и вкуса, тогда мы должны говорить о постковидном синдроме. О том, что это… – Давайте мы… Вы кардиолог. Вы можете выделить те проблемы, которые возникают с сердцем и сосудами именно после постковидного синдрома? – Ну, поскольку сам по себе COVID-19 имеет несколько путей реализации своих коварных замыслов, то он не только через верхние дыхательные пути, через носоглотку, через легкие проникает в организм. Он, к сожалению, поражает эндотелий сосудов всех. Истоком крови… – Эндотелий, давайте скажем, это вот как раз та часть сосудов, которая находится внутри. – Внутри, однозначно. Это находится внутри, и там по эндотелию… – И где течет кровь. – И где течет кровь. И вот стоком крови через эндотелий токсины с большим удовольствием… – А не только токсины, а еще, кроме того, сами токсины воздействуют на форменные элементы и приводят к тому, что они начинают склеиваться и закупоривать вот эти вот мелкие сосуды. И эти закупорки происходят практически во всем теле. – Поскольку кровеносные сосуды у нас есть везде, везде, абсолютно везде, вот, то есть поэтому ковид, он, вирус ковида распространяется стоком крови везде. Поэтому возникающие проблемы связаны с тем, что именно вирус распространился и в сердце, и в мозг, и в легкие, и в самые мельчайшие сосуды верхних и нижних конечностей, и следующее чего возникает разнообразнейшая клиника. У кого-то повышается давление, у кого-то возникают головные боли, у кого-то возникает снижение слуха, памяти, у кого-то боли в мышцах, суставах, в пальцах, кистях, в стопах. – Ну вот, допустим, давайте коснемся все-таки вашей непосредственной специальности. То есть вот со стороны сердца и сердечно-сосудистой системы какие основные бывают осложнения после ковида? – Значит, к сожалению, основные осложнения – это повышение артериального давления, артериальная гипертензия могут быть. Могут быть разнообразнейшие нарушения ритма, аритмия, но у некоторых пациентов возникают инфаркты миокарды, острые коронарные синдромы на фоне полного здоровья. – Да-да-да. Вот каков механизм вот этих вот всех проблем? – Основной механизм проблемы – это положение эндотелиальной стенки сосуда. Поскольку вирус ковида-19 влияет на ангиотрензин, превращающийся фермент, ангиотрензин, превращающий фермент, он вырабатывается всеми кардиомиоцитами сердца. Поэтому основная причина возникновения этих проблем – именно влияние вируса ковид на эндотелиальную стенку, вследствие чего нарушается реология крови и возникают многообразные тромбозы. – Вот что я от вас ждал, как раз что вы сказали о том, что возникают именно тромбозы. Что такое тромбозы? Это закупорки вот этих вот сосудов. И вот эти мелкие сосуды как раз и начинают, перестают доносить кровь до миокарда, то есть до вот этих вот клеток миокарда и их питать. То есть питание начинает пропадать просто. – Ну оно не совсем так уж начинает пропадать, оно просто, возможно, ухудшается. И уже нагрузку, которую выполнял человек, то есть его сердце, он переносит после перенесенного заболевания хуже, поскольку… – Это как миокардит протекает? Или как расстройство сосудистой части? – Скорее всего, тут сложно сказать. Это может быть как скрыт миокардит. – Миокардит, я прошу прощения, миокардит – это вот воспаление самого миокарда. – Вы знаете, это протекает… Нет, скорее всего, здесь протекает именно как воспаление сосудов сердца, возможно, тут, если так можно выброситься, выручить. Чистый миокардит – это достаточно сложное и тяжелое заболевание, хотя мы это подразумеваем. Но поскольку нет исследований, нет определенного опыта, и поэтому мы с чистым миокардит каждому пациенту, перенесшему ковид, это будет неправомочно. – Вот вы знаете, я вот сейчас буквально за… – Все-таки, перебью вас, миокардит – это воспаление сердечной мышцы. – Самое мышцы. – А мы говорим о микротромбозах, мы говорим о микротромбозах, то есть тех, кто именно в стенке кровеносных сосудов. – Я хотел как раз именно это вам и сказать. – Поэтому здесь наше заключение будет неверно, абсолютно неверно. Хотя, перебью вас, хотя миокардит, возможно, тоже наблюдается, потому что, как у всяких вирусных заболеваний, вирусы, они могут поражать все. Но вирусные миокардиты при ковид-19, возможно, существуют, но пока не сильно изучены с нашей точки зрения. – Я хотел просто что сказать, что вот у меня есть несколько человек, моих знакомых, которые там буквально за неделю им всем поставили стены. – Это есть. – Потому что у них на 90, на 100% забиты сосуды. – Вдруг оказались. – Да. – То есть они поступают, а там… – Вы знаете, что я хочу сказать. Ковид – такое коварное заболевание, оно, к сожалению, выносит на поверхность те проблемы, которых человек не знал, пока он не болел, пока он не заболел ковидом. Вот после этого у него возникли какие-то возможные неприятные ощущения, возникли тромбозы, которые вывелились вот в ту картину, о которой мы говорим и обсуждаем, это острый коронарный синдром. И этот диагноз был поставлен. Поэтому ковид – болезнь, которая имеющиеся проблемы выносит на поверхность. Или, как говорят, там где тонко, там и рвется. – Мы можем говорить о том, что если человек перенес ковид, у него может получить обострение практически в любом месте. То есть у него была синавиальная оболочка сустава, он получит синавиит. У него был там артрит, он получит артрит и так далее. – К сожалению, да. Многие отмечают, что после перенесенного ковида боли в мышцах, артриты, артрологии могут сопровождать, как и обострение суставного синдрома, сопровождают очень многих пациентов в достаточно продолжительное время. И для многих это возникает на фоне полного здоровья, относительно здоровья. Но вот ковид выносит их проблемы наружу.